всем привет всем добро пожаловать на наш с моей мамой канал всех приветствую из германии у нас сейчас утро отвела я софийку в садик и знаете хочу вам рассказать сегодня свой сон и попросить те которые умеют расшифровать сны я знаю многие это умеют многим как-то это дало напишите пожалуйста комментариях что может значить этот сон настолько яркий сон до сих пор я хожу под впечатление в общем сон такой кстати во сне я не помню и вот что я это у меня давно не было такого чтобы четко помнила сон четко я вот помню черты лица и вот все прям как будто у меня по-настоящему со мной было поэтому я проснулась в ужасе в общем дело было так как будто бы у игоря появилась появился питомец змея да да змея она ну змея как бы сначала была маленькая я как будто бы ему все время говорила ты не нормальная змею держать это что такое она когда-нибудь нас съест она когда-нибудь нас ужалит от змеи не жми не жди добра и всякое такое он меня все время как бы как будто бы ну чтобы я начала доверять да ладно что она сделать я читал она не на ядовитый она не это то есть защищал все время эту змею но змея росла я говорила смотри она растет она когда-нибудь и он мне уверял как будто бы вот я четко рассказываю действительно прям четкий сон как будто там было со мной я даже разговоры все помню выражение лица и он говорит нет я узнавал я читал она не есть мясо туда-сюда то есть это безопасно для человека змея и змея росла и как будто бы я была свидетелем как видела что змея съела какое-то животное как будто бы барашка или овечку что-то такое вот вот этот немножко мутно но я вот прям видела я игру рассказываю мне как будто бы не верит вот я говорю нет достанет день что она нас съест или это сожрет и как будто бы знаете это змея выросла до таких размеров вот как вот фильм хуже совесть вот эти анаконды огромная вот башка вот я вот вам не шучу вот такая огромная башка и ну так большая огромная змея то есть но анаконда скажем тогда и она у нас как будто живет дома и и и знаете что ивер мне как будто вот это смотри смотри как она уже выросла и до сих пор она нас не тронула вот мол как будто бы вот он хочет чтобы я нашла контакт к этой змеи и тут эта змея будто вот как собаки же играют вот так вот голову так дают себе гладить знаете вот знаете да или барашки вот я в деревне росла я знаю когда барашки хотят чтобы погладить на голову они вот так как будто бодаются и это змея как будто бы со мной это делает я вот четко даже помню лицо ты данилка не надо пожалуйста как делаться простите меня отвлек данилка и что хотела сказать да вот она как будто бы со мной вот так вот головой это и и я говорю я как будто боюсь я уровне надо меня трогать не надо со мной играть говорю я не буду со змею играть вот такую как будто бы такую реакцию показываю и змея на меня как будто бы рассердилась что да сколько к тебе можно контакт искать типа и раскрыла свою пасть но вы знаете да что бывает когда раскрывает пасть змея как съедает она да а потом только переваривает то есть она целиком глотает свою жертву и вот я когда она раскрыла эту свою пасть я проснулась в ужасе вот представляете в каком я в ужасе проснулась да вот этот сон действительно как будто это со мной было такой четкий сон у меня аж мурашки вам вот сейчас рассказываю и что это может значить кто умеет расшифровывать сны напишите пожалуйста комментариях я буду вам очень благодарна всем доброе утро добрейшее утро сейчас садимся завтракать а завтракать будем чай кофе пить с пирогом вчера я приготовила испекла пирог ну я как всегда не снимала не показывал этот пирог говорится из чего есть из того слепила смотрю в холодильнике из котык яйца сливочное масло конечно чуток сода соль а для начинки творог ну пирог с творогом потому что творог у нас постоянно я очень обожаю творог я люблю я просто так даже могу творог просто взять здесь и покушать да и вот вчера испекла пирог с творогом кстати хочу сказать вот этот платьишко вот это платьишко домашнее понятное дело достался от свекрови когда ее не стало там ее же вещи осталось многие не хотели брать а я сказала знаете которые большие размеры по мне широкие я буду одевать я буду одевать с удовольствием вот на тебе пожалуйста пожалуйста так что давайте я свой пирог вам поделюсь покажу вот мой пирог вкуснейший вчера еще вот такие ватруши я чаще приготовила моим очень понравился и тесто и начинка очень вкусно кстати у меня альбина тоже любит пирог с творогом так давайте разрежем ой сколько начинки вот таким пирогом будем завтракать вкусно вкусно приятного аппетита вам всем кто будет с нами завтракать сегодня после обеда я пойду в дом на ремонт мы с игорем друг друга заменим он придет к деткам а я в дом пойду и поэтому я приготовила заранее сегодня ужин хотя к этому всегда надо привыкать чтобы я в первую половину дня готовила но не всегда у меня это получается для детей я приготовила суп рыбный суп с буквами как они его называют они любят этот суп а для нас уже родители я готовлю здесь соус готовится с фаршем потом надо будет просто спагетти либо макарошки сварить к ним и все в общем так ужину все уже готово а мы идем за софией забирать из садика знаете что хочу сказать вот сколько вы можете вот так вот уверенно говорить мой ребенок меня слушается когда ему что-то говорю он сразу понимает что я имею ввиду вот данил например да у нас макать и обычно меня слушается когда я говорю стоп и он останавливается и что вы думаете сейчас мы шли у нас сто раз наверно было обговорено когда мама говорит стоп данил стой машина вот машины и сторонку уходи пусть машина проедет и сто раз даже если у вас обговорено с ребенком он говорит да мама да что вы думаете сейчас мы шли ладно там переулки не такая не такое быстрое движение вообще такое редкое движение скажем тогда что вы думаете проехал хотя ему я уже увидела что он скорость набирает обогнал меня знаете я ему кричу стоп стоп он даже не остановился он даже наоборот это для него как будто была игра знаете он ускорился и прям на дорогу прям на дорогу поехал еще раз говорю ладно это переулки в переулках у нас не такое быстрое движение хотя знаете вот например частота какая дорога вот уже вторая машина вон уже третий едет и все время хотя ему кричала след стоп стоп и побежала за ним а он рассмеялся ха-ха-ха и прям на дорогу поехал ну сами понимаете да даже страшно представить что могло случиться если там ехала как раз в этот момент машина не дай бог как говорится поэтому вроде детей надо учить вот этой самостоятельности что они умели кататься на самокатах всякое такое но это так рискованно это так опасно когда на то не в таком возрасте что не так вот хорошо слушаются не знаю какую-то совмещать психологи говорят давайте ребенку больше сама самостоятельности чтобы он развивался ну когда вот такие моменты думаешь нам не надо лучшим пешком пошли у меня сегодня запись мастеру маникюру это свой маникюр проносила больше полтора месяца до уже обросли вон такие ильгиз гордовая не кая сам повезу нечего автобусом я честно я хотела автобусом поехать думаю автобусом приехали чуток пораньше теперь ждем ильгиз вышел по делам я тогда выйду ладно так что жду свое времени очереди мастеру мои дорогие я вчера забыла поделиться с вами своей радостью да да я прямо от радости прямо вот вот у меня все от радости кипит знаете пришли документы из визового центра до дали добро а лакуса гузель полетит в гости своим внукам и детям а лакуса вот-вот уже сразу мы билеты купили скоро а лакуса плечу гости сначала я хотела поехать через калининград честно на на поезде до калининграда а потом с калининграда на автобусе в германию а потом ибрагим говорит ничего такими трудностями не лет себе тратить вот купи билеты на самолет купи и я спокойнее буду что-то быстрее долетишь а так говорит думай как в автобусе ты поедешь через такую дальнюю дорогу не не день а там сутками так что покупай билеты билеты на самолет так что мы билеты купили а билет поеду самары питер а лакуса с питера в анталию а с анталии в штутгарт да лакуса так что вот так вот такие новости радостная девчонки я пришла в дом вам даже ничего не показывала но уж показываю что сделала в прошлый раз я занималась этими косяками и намазала на ночь вот эти косяки которые смотрят в родительскую спальню да и вот сегодня меня и отпустил скажем тогда он там с детьми остался я вот сейчас вот отдирала я не знаю отшкрябывала старую краску косяки конечно ужасном виде выглядит вот так вот все покрабанные но это все во благо да когда это все отшлифуется покраситься в белый цвет все будет красиво и сейчас я пойду еще в детскую комнату я не ухожу домой так 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 перешагну здесь я буду красить что я буду красить красить я буду вот эти вот обои которые мы наклеили с мамой сми со своей свекровью с моей свекровью чтобы потом выйти на один уровень да вот эти вот обои которые уже здесь были они чуть-чуть толще потому что они уже крашены так что я сейчас их накрашу и чуть-чуть хочу попробовать ну шириной в один валик тоже краску пустить вот так вот заехать на старые обои посмотреть как выглядят штробы которые я замазывала гипсом заметны они будут незаметны как это все вообще будет если они заметны надо что-нибудь придумывать а игр сегодня был кстати до обеда и занимался этими полами столько вот он уже положил вот вчера получается в воскресенье он и сегодня осталось вот столько и внизу он но это еще в субботу было сделано сейчас покажу вот это вот сделали в субботу это гостевой санузел полы тоже уже все положили здесь осталось обои обои я кстати уже заказала должны прийти прийти заказалась amazon ту фирму которая мне в тот раз в ригере понравилась которую я смотрела каталоги или каталоги я не знаю как ударение падает с пальбами как я и хотела заказала вот здесь будет обои в общем то потом эту комнату можно сказать уже можно назвать ее уже готовой но с косяков еще краску тоже снимать надо это нужно сделать до обоев вот такие вот дела слушайте покрасила я стены и хочу все таки зашлифовать эти как его хотя бы один косяк посмотреть что из него получится я сейчас уже прошла бумагой которая 60 в общем то уже все везде по сути так-то гладко вот эти места надо будет ремонтировать вот эти нет вот эти вот где царапины у меня есть специальное средство как шпаклевка но для дерева да вот эти вот скулы буду так хоп-хоп зашпаклевывать и сейчас хочу пройтись еще сто двадцаткой посмотреть что будет вообще шестьдесяткой вот уже прошлась уже все гладко слушайте но совсем другое тело когда я прошла все уже шлифовка и сто двадцать вообще на камере передается как гладко но на самом деле это так гладко так приятно а если еще пройтись сто восьмидесятой который у меня тоже есть вообще все будет идеально гладко будет уже готова к покраске все супер я все вот прошлась немножко не гладко не хорошо пилочка поработала в общем все сложности я прошла тремя разными наждачками сначала шестьдесятый потом сто двадцать потом сто восемьдесят и дверь действительно гладкая прям гладкая 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 вообще очень гладкая и не знаю если еще выше цифра конечно по любому есть но уже гладкая принципе уже косяки можно красить вообще они уже готовы к покраске они прям очень очень гладенькие опять таки по видео наверное это непонятно но поверьте если бы было бы не гладко я бы вот голыми руками так бы не водила бы потому что я вообще работаю вот даже вот смотрите здесь я не проходила здесь я не проходила потому что там нужна специальная шлифовальная машина такая треугольничком я ее даже искать не буду сейчас в подвале не буду на это время тратить но даже вот так вот можно вот так вот выглядела и здесь когда я сегодня пришла а теперь вот такая разница как здесь да гладко прям аж блестит и как здесь вот так вот выглядела и тут когда я только начала или вот тут например сравнить вот даже легче вот так вот сравнить вот так вот выглядела когда я только начала сегодня работать и так выглядит после того, как я провела тремя разными наждачными бумагами. Вот, все, могу спокойно идти домой. Почему здесь не прошлась? Потому что у меня рука очень устает. Наверное, Игоря попрошу, но уж очень мне тяжело. Или в другой день просто уже это когда сил побольше будет. Эти дни, понедельник и вторник, у меня пролетели только так. Поход по магазину. Что понедельник, что вторник, а поход по детским магазинам. Все хожу, выбираю подарки внукам. Да, да, да. Вот и вчера, после маникюра, сразу же пошла в детский мир. А как зайдешь в магазин, пока выбираешь, пока смотришь, а время только так летит. А, кстати, вот вчера была, даже вам не сняла и не показала результат свой поход мастеру. Вот так. Она освежила свой ассортимент лаком. И когда я увидела вот этот цвет лака, мне очень понравилось. Говорю, давай-ка вот это мы такую красоту сделаем. Это кольцо-то. Ну, ногти оставила, ну, не слишком длинные, но длинноватые. Ну, форма у меня квадратная. Иногда что-то хочется уже, как миндальная форма. Ну, пока ношу квадратную. Вот. Мне очень понравилось, конечно, этот цвет лака. Такой яркий, да? Вот так. Ну, блески ничего. Она предложила, говорит, давайте камушки или блески сделаем. Говорю, нет, ничего не надо. Ничего. Все классическое. Одним цветом. Ну, и вот. Да, у меня уже, кстати, сбор чемоданов. Сбор чемоданов уже, можно сказать, вручная кладь собрана уже. Сразу же скажу, я заранее подарки не готовила. Я все ждала визу. Думаю, дадут, не дадут. Потому что это такие дела, детские вещи, потому что сомнения было. Такое сейчас время у нас. А вдруг, думаю, не дадут. А вещи куплены, а потом и малые будут. Как визу получу и буду ходить по магазинам, выбирать подарки. Вот так вот. И вот эти дни я все поход по магазинам. Кстати, да-да, у меня все сбор чемоданов. У меня же ручная кладь уже собрана. Уже багаж уже, можно сказать, полный. У меня даже перевес. 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 Да-да-да. А завтра у меня путь-дорожка фронтовая, как Ибрагим говорит. Да-да, завтра лакуша полет. Лакуша, потому что как визу я получила и сразу же билет купила. Вот я купила билеты на самолет. А так самое первое обдумание у меня было через Калининград поехать. Да-да-да, в планах было. Так что вот так. С автора путь-дорожка. Вот такие у меня новости. Как в такой момент, говорят, в животе бабочки летают. И у меня вот прямо вот по телу мурашки, что аллакуша, аллакуша, скоро, скоро обниму своих. Как я соскучила. Вот представляете, уже больше полтора года я их не обнимала, не целовала. Конечно же соскучился по деткам, по внукам. Так что не будем никаких слез, ничего. Радостные, это новость. Радостные. Так что у меня аллакуша завтра будет дорожка фронтовая. А вот что насчет багажа, скажу, у меня ручной кладь уже все полная. Вот у меня багаж перерез, перерез. Вот не знаю, чего оставлять. Накупила это, это, это. Накупила и перерез. Вот такие дела, вот такие новости. Всем мир, всем добра. Здоровья. Зашла я домой, и мне Софика сразу с порога, мама, я тебе подарок приготовила. Нарисовала мне картину. Дочь, скажешь, кто здесь? Софика, папа и мама. А Данилка это слушает, как она говорит, кто есть кто. И он так... Да, солнышко вижу. И Данил сразу, а где я? А где я? София обычно... Я. Он уже привык, что она всех членов семьи рисует. А тут, а где я? Что такое, Дочка? Вот мама, вот папа, вот я. И говорит, закрой свое пузо, на видео попадает. Вот мама, вот папа, вот я, а вот папа Данил. Храпит папа, да? Да, храпит. Где мой храпит? Мама на ремонте, папа храпит, да? Вот так вот детей сставлять папой. Про бардак на кухне я, конечно, вообще молчу. Кухня была чистейшая, когда я ушла из дома. Чистейшая. Все везде валяется, посмотрите. Тут они, видимо, они булки ели. Видимо, они делали этот, как его, мясо в духовке. Да, вот она. Ели с булками. Вот все на столе. Почему я поняла про духовку? Потому что все противни вытащены из духовки. А обратно засунуть, конечно же, не судьба, да? А-а-а! Вы что тут наделали на кухне? Э, ребята! Что? Где? Это что такое? Что такое? Что такое здесь? Ты посмотри на это. А-а-а! Что? Цифры писать научилась? М-м-м-м. Маме. Маме. Тут мама написала. Молодец. П-п-п-п-п тут написала. Тут написала ПА. Это? А-а-а! Буква тут СОП написана. Ты, наверное, София хотела написать, да? Нет. Нет? М-м-м. М-м-м.